Будет достаточно. Что может быть? Может немного разжижиться стул, если вы две будете принимать. Начните принимать детские витамины и омега-3. Если нет возможности принимать детские витамины, то можно брать химохим и можно даже мазать просто химохимом эти места. А вовнутрь принимать так. Разбавлять химохим, например, на пол-литра воды и принимать где-то в день. Начните с одной трети, потом до половины литра дойдите и вот так его пить. То есть один пакетик на пол-литра и пить. Ну амега-3 обязательно. Ну и желательно витаминчики. Так, можно ли, вот вы повторяете, можно ли принимать химохим, если наружный свет? Химохим можно и снаружи мазать. То есть, пожалуйста, пробуйте. Можно его даже вот так чуть-чуть развести. Он такой в виде кашицы. Он, ну, такая, значит, в нативной форме сделан. И это очень быстро усваивается, быстро действует. Поэтому можете и снаружи мазать тоже. Попробуйте. Вот я не поняла, минут, минут, трассия. Задали вопрос. Нестабильное состояние. Можно ли принимать химохим? Конечно, можно. А почему нет? Оно, химохим, вы знаете, обладает очень интересным свойством. Опять же, у нас даже возникли некоторые разночтения. То есть кто-то принимает там два пакета и у него куча энергии. А кто-то принимает на ночь и спит прекрасно от него. То есть, ну, вот я скажу, если вот так вот смотреть на состав, все травы обладают седативным успокаивающим эффектом. Поэтому он хорошо действует на нервную систему и вполне от него можно спать. Значит, ребенку полтора года часто болеет. Можно ли давать химохим? Ну, если только по чайной ложке. То есть я как бы не сторонник в таком возрасте. Давай, лучше попробуйте, опять же, вот безопасно – это омега. Безопасно. То есть омега, но прям тоже по чуть-чуть капсулку раздавили и дали ему свяжнуть. Дальше. Безопасно из этого химохим. Ну, вот смотрите, вы разбавили, дайте ему попробуйте по чайной ложечке пить. Прям совсем-совсем по чуть-чуть. Посмотрите на реакцию. Вот. Дальше. Сахарный диабет, химохим, да, это прямое показание при сахарном диабете. Кроме того, вот что я говорила, еще спирулина очень хорошо. Но я так понимаю, что не все могут скорее. Ну, я вам говорю про все, а вы уже смотрите. Химохим поможет при сахарном диабете, да. Хорошо влияет на сахар. Запись, да, запись, я так понимаю, делает. Но если даже не делают организаторы, то делаю я. Значит, при подагре появляются тифусы. Знаю я, что это такое. Значит, во-первых, смотрите, химохим. Можно наружно тифус помазать, когда он появляется. То же тифус, 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 помазать. Ну, некоторое время должно быть улучшение. И применять химохим, ну, при подагре, значит, начинаете. Ну, вообще, два пакета в день это обязательно. То есть, можете начать там неделю по одному пакету, если вы как бы беспокоитесь за его состояние, как он будет на это реагировать. Хотя два пакета в день, иначе будет слишком долго это все чиститься. Значит, при аутоиммунных заболеваниях. Вот в прошлый раз тоже был вопрос. Начинайте принимать с половины пакета. Половину пакета очень трудно отделить, поэтому я советую. Либо на пол-литра, либо на чашку, ну, там, на 300 мл пакетик разбавить. Половину выпиваете один день, половину выпиваете другой день. Второй пакетик, что все средства, разжижающие кровь, все добавки, принимать, не бойтесь пить больше. То есть, чем вы больше пьете водички, ну, разумно, конечно, полтора-два литра, чем вы больше пьете воды, жидкости, тем лучше будет действовать тот же химохим, та же спирулина. Поэтому не бойтесь, пейте. То есть, можно, например, выпить стакан химохима, потом запить еще, то есть, когда вы нормально его принимаете, потом запить еще стаканом воды через какое-то время. При артрозе химохим можно, но есть случаи, есть отзывы, когда помогает. Значит, даже я вам скажу вот что. Вот у меня, я только вы сейчас задали вопрос, и я только сейчас это отметила. Потому что у меня маме 89 лет. У нее, естественно, куксартроз тазобедренного сустава. Мы, ну, спасаемся чем только можем. То есть, не медикаментозно. Иногда, конечно, я даю обезболивающие, но, в принципе, стараюсь не медикаментозно. И она пьет у меня уже третий месяц химохим по одному пакету в день. Ну, силы появились, это не то слово. То есть, как бы вернулось такое вот хорошее, нормальное состояние, которое при таком возрасте уже ведь есть и небольшая деменция. Вот это тоже отошло в сторону. И она перестала, вот я сейчас только отметила, что она перестала жаловаться на эту ногу. То есть, она, видимо, все равно побаливает, но уже не так, что она вот так вот не встает. Пожалуйста, пейте. То есть, реально помогает. Ну, для беременных очень сложно что-то советовать. Первый триместр особенно, потому что идет формирование нервной трубки. Вот беременным первым бы триместре вообще лучше ничего не пить. Если только у вас какие-то есть осложнения, там можно... Омегу, пожалуйста. Омегу можно. А вот уже с третьего по шестой месяц, ну, спирулину, там витамин, витаминный состав, да, понемножку можно спирулин. Йод, да-да-да, можно спирулину, но с третьего по шестой месяц где-то там. То есть, вот после того, как у нас проходит вот этот вот трехмесячный период, первый трехмесячный период, когда идет формирование всего. Омегу пейте. Пейте по одной, по две, не больше капсул. Да, это хорошо. Химохим и Пуэр можно ли применять параллельно? Можно. Они друг другу не противоречат, может увеличиться мочи испускания. Ну, ничего страшного. Применяйте. Я сама даже так делала. У меня вообще как бы особого не было такого какого-то вредного действия. Вы ощутили, что химохим создает запоры, да. Значит, смотрите. Скорее всего, у вас проблема с кишечной микрофлорой. Тогда надо попить пробиотики предварительно или вместе с ним попить пробиотики, желательно, атоми. Так, значит, ну еще, так, ну вот пробиотики, да, начать с них. Да, вот еще, да, точно, запоры от него. Ну, действия индивидуальные. То есть я вам говорю, то есть если у вас запоры, начинайте тогда с пробиотиков. Пробиотики и омега. Омега тоже, омега-4 капсулы, она убирает запоры, но не сразу, а так вот через недельку где-то. То есть она так хорошо способствует опорожнению желчного. Да, химохим при остаточных явлениях тромбоза, да, пожалуйста, очень хорошо. Что можно кормящим? Вот вопрос, кормящим можно, химохим? Нет, не рекомендовала бы. Я пока вот на себя не беру такую ответственность. Омегу, пожалуйста, пейте. Не поняла, есть ли детский, детский, что? Вопрос от Ирины Штаревой. Я не поняла вопрос, повторите. Опять же, тоже вопрос. То есть их нужно пить на постоянной основе? Кого их? Я ведь когда говорила, не смотрела, поэтому повторите, пожалуйста. А, желчный. Вы имели в виду желчный, можно ли омегу? Можно. Значит, смотрите, если у вас в желчном пузыре камни, вот если у вас дискинезия желчного, или осадок, или просто вот застой какой-то, но камня нет, то кейте прям спокойно по 4 капсулы в течение 3 месяцев, очень хорошо. Вот, если у вас камушек, то очень аккуратно, капсулы по 2, начинайте, и пейте, и пейте, и пейте, можно. Будет желчный. Я не скажу, что омега растворит желч. То есть их, ну, я не знаю, случаев. Химохим желчные камни растворил. Случай был, когда желчный камень химохим растворил. Вот, пожалуйста, то есть это можно. А, ну вот, повторяю, каждую секунду продается церковная щетка, да, каждую секунду. Витамин С вместе с химохимом можно пить, да, да. Значит, цариаз. Цариаз – это заболевание, прежде всего, кишечника, конечно. То есть это грибковое заболевание, это иммунитет тут воздействован. Значит, при нем, что бы я вам посоветовала, а вы уже убирайте. Обязательно пробиотики долго. Дальше химохим. Потом можно подключить через какое-то время. То есть омегу обязательно. И можно подключить через какое-то время турмоцин именно с точки зрения серы. Вот, даже если суставы у вас в хорошем состоянии, то с точки зрения содержания серы вполне можно его подключить. Дальше. Цариаз – очень сложное, конечно, заболевание. Можно пропить гинка и наста, но только не все вместе. Тоже потом можно пропить. Потому что мы не всегда знаем, на что, где это у нас концентрируется и что на него может воздействовать. По большому счету это грибок. А грибок из организма выгнать, ну, крайне сложно. Значит, начинать надо с пробиотиков, с химохима. И, возможно, это будет не полгода, даже не год действия. Но улучшения должны быть. Так, ну это я вот открыла просто. Да, ферментативную систему. Можно подключить вот этот фермент, чтобы улучшить ферментативную систему желудочно-кишечного тракта. По химохимам есть хорошие, да, результаты. Нехватка кальция, да, пожалуйста. Ну, моя запись будет. Значит, камни в почках. Смотрите, что здесь могло улучшиться. Вот давление повысилось после... Надо пить больше воды. То есть, надо пить больше воды. Здесь сработало. Что я посоветую? Значит, химохим бросили из-за того, что давление стало повышаться. Иногда химохим действует так, что идёт обострение. То есть, он может идти как любой... Ну, это вот, пожалуй, одна из редких добавок, которые действуют через обострение. Но это очень неплохой результат. Потому что, когда у вас обострение, вы продолжаете пить, и дальше идёт быстрее излечение. Вот иногда точно так же действуют и пиявки у меня. Поэтому химохим в этом плане прям очень интересная добавка. Может действовать через обострение. Значит, если давление поднялось, мочегонным эффектом ещё обладает пуэр, то есть надо попить. Вот понимаете, в чём дело? Когда мы пьём таблетки от давления, все таблетки от давления обладают мочегонным эффектом. И тем самым мы химии, это химические вещества, и мы сажаем почки. Поэтому лучше, ну, естественные препараты пить, да? Ну, когда уже это всё сделано, значит, надо работать в данной ситуации с почками. Так, у меня куда-то всё подъезжало. Ушло. Я, наверное, перескажу. Вот камни в почках. Значит, здесь пусть они продолжают пить химохим, но уменьшат дозировку. Дальше подключат омегу-3 обязательно. Или же вот сейчас могут пропить пробиотики. Сначала пробиотики месяца 2-3, а потом продолжают пить химохим и омегу-3. Омега-3 тоже уменьшает давление, может снижать давление. Ну, вот пока так сходу могу это посоветовать. Турмоцин. Какой курс и что ещё совместно для улучшения результата? Значит, турмоцин. Если вы имеете в виду суставы, что совместно с ним можно принимать? С ним можно. Курс. Смотрите, любая добавка, стандартный курс – это 3 месяца. 3 месяца. Вот. Ну, кроме, наверное, женьшения. Женьшень, он всё-таки достаточно активный. Месяц пейте. Ну, если очень хорошо, можете едва попить. Вот. Пуэр можно пить дольше. Значит, ладно, турмоцин. Три месяца вы пьёте. Кальций подключить можно спокойно, можно подключить витамин С. То есть они хорошо, очень сочинены. Химохин тоже можно вместе с ним. Будет тоже достаточно быстрый результат. Но здесь может быть обострение сначала. Может, но совсем не обязательно. Ближе позвоночника. Значит, грыжа позвоночника. Если они вам жить не мешают, да, в дышности своём, если они защемляют нерв, то при защемлении нерва хорошо будет турмоцин. Вот это вот такие базовые, наверное, при защемлении. Значит, грыжа сама по себе, то есть я вам так вот могу рассказать, она сама по себе через какое-то время может разрушаться. Но при разрушении грыжи идут очень большие боли. И вот тогда люди, бывает, не выдерживают. Иногда делают операции. То есть, ну, вот даже так, для примера, если раньше, раньше же никто не знал. Просто вот, например, работали люди в поле, да, мужчина, например, работал в поле, а потом его в спину схватывал, и он какое-то время лежал, мучился от этой боли. Вот это как раз момент разрушения. То есть он наработал, грыжа вышла, заканценировалась, потом она начала разрушаться. Его вот схватило, и он не смог двигаться. То есть он какое-то время лежал, а потом вставал. Ну, ему мазали травами, давали пить травы. То есть всегда знали, как с этим работать. То есть, поэтому, если идёт защемление нервы, пригрыжены, вообще для улучшения соединительной ткани вы пьёте витамин С, химохин, кальций, тромоцин можно пить. То есть это всё для опорно-двигательного аппарата. Так, программа для пухгалки. Похудение. Смотрите, программа для похудения, конечно, надо нормализовывать питание. Ну, это отдельный разговор, я об этом здесь говорить не буду. Если говорить о БАДах корейских, то вы можете принимать. То есть были случаи, когда от химохима, то есть два пакетика утром натощак человек принимал и похудел достаточно быстро. Был такой случай. Но в то же время не было таких вот... То есть химохим однозначно... Ну, смотрите, химохим действует очень интересно. Когда вы начинаете его принимать, организм, получая вот эти вещества, он их отправляет туда, куда, по его мнению, где они, по его мнению, необходимы. И это может быть совсем не там, где вы думаете. То есть сначала лечится одно, а потом уже лечится другое. То есть это, по мнению организма, что нужно залатать. Это вот такая добавка, такой БАД. Вот. Поэтому для похудения можно использовать коктейль и чай пуэр. Это так вот... Ну, минимально можно использовать коктейль. Вот этот вот фензим, бромелайн, чай пуэр. Коктейль, значит, коктейлем вы заменяете... Ну, я не советую два приема пищи заменять. Я советую один прием пищи. И вы кушаете, значит... Ну, для того, чтобы если вы хотите про похудение поговорить, для этого надо понимать, как вы питаетесь, как часто идти. Скажу, следить за калорийностью питания. Есть побольше белков, поменьше, естественно, сладкого. Не есть. На ночь можно вот коктейль пить. И калорийность должна быть, если вы хотите достаточно быстро похудеть, то где-то 1200-1300 калорий в течение месяца в 3. Вот попробуйте, если вы так выдержите. Это будет здорово. Тогда точно похудеете. Но это одна из таких классических рекомендаций. При гормональных нарушениях, значит, на гормональный баланс у нас воздействует хима-хима однозначно. И вот эти витамины для женщин и для мужчин. Начинать надо, наверное, с них, и они будут основные. Ну и, конечно, как бы это ни странно звучало, я бы еще и посоветовала пробиотики, потому что у нас в кишечнике очень много гормонов образуется, работает, и поэтому нормализовать микрофлору тоже необходимо. Вот смотрите, трагическая язва, попробуйте хима-хим помазать, хима-химом ее помазать. По большому счету прямое показание хима-хима для язвы, то есть это как бы разжижение крови, ну и витамин С еще плюс, для улучшения регенерации тканей. Вот, пожалуйста, витамин С прямо вот, то есть плохое заживление, витамин С очень. И рутин содержится, это в софоре, то есть можно применять и добавки для женщин, если это мужчина, ничего страшного. Ну, смотря, конечно, если он полный мужчина, то лучше ему не надо, потому что там есть фитоэстрогены. Нет, тут сложно. Лучше вот витамин С и хима-хим. Ну, вот видите, спирулина, состояние улучшилось. Замечательно. Лютеин по 2, ну, можно принимать по 2, да, почему? Ну, смотря тоже для чего, какой симптом, что у вас, если у вас начинающаяся там дистрофия сетчатки или катаракта или что-то еще, то, то есть уже такой конкретный принимать, лютеин по 2. И в принципе его можно принимать, он у нас в организме, но не задерживается и вреда он нам не приносит. Вы знаете, вот прямо не скажу, есть ли улучшения при близорукости, при приеме лютеина. Опять же, какая степень близорукости и насколько давно. Но, как бы, вот улучшение будет состояние глаз и, как бы, более такое будет зрение, ну, зор, зор, четко, четко, вот так вот. Ну, вот видите, вот кто-то отвечает, перешла с минус 6 на минус 4. Отлично, вообще отлично. Да, вот видите, после одной баночки результаты с минус 6 до минус 7 отлично просто. Так что, я говорю, добавки атомной, они вообще очень активные. То есть, здесь просто прекрасные разработчики. Вы знаете, редко где таких встретишь. Вот, кто-то делится, очень ясное мышление, память после Гинка, замечательно. Ну, вот видите, черепно-мозговая травма, теперь плохая память. Опять же, сколько времени прошло после черепно-мозговой травмы? Нужно улучшить кровообращение, то есть, Гинка, ну, обычно после любых травм, после любых операций, я советую принимать какие-то активные добавки, ну, лучше всего все-таки через полгода. То есть, пока, если прошло полгода, ну, месяца 4 можно принимать. То есть, в каком состоянии ваша травма? Можно начать с Гинка. И все, что разжижает кровь, и Махим, тоже хорошо. Вполне можно после 70 лет Гинка нато, конечно. Я говорю, у меня маме 89, я ей вот получится, закажу обязательно. Даже, не сомневайтесь, даже нужно после 75, идти, потому что там риск развития Альцгеймера и деменции, то есть, можно несколько БАДов одновременно принимать. Ну, и еще такой момент, про который я хотела сказать. БАДы, это очень хорошо, это профилактика, это натуральные компоненты, но, если у вас какое-то серьезное заболевание, если вы принимаете на постоянной основе лекарства, никогда, ни за какого БАДа лекарства не отменять. Принимайте вместе. Вот, например, что-то, вот, возьмем рематоидный артрит, да, при этом, при нем очень советуют принимать, ну, не советуют, выписывают очень сильные лекарства, не всегда, то есть, например, какое-то время они помогли, потом человек может перейти еще на более сильные лекарства. Ну, вот, если у вас такое случилось, начинайте принимать химохим и при артрите, например, турмоцин, и вам сильные лекарства не понадобятся, а может быть, вы потом постепенно с него сойдете, слезете. Вот, но никогда лекарства не отменяется, что вот, а, это фанацея, и вот так вот можно все решить. Нет, БАДы сначала они помощники, а потом организм постепенно начинают восстанавливаться и уже тогда можно уходить из лекарства. Так, шампунь Абсолют в описании входит лаурилсульфат аммония, лауреция аммония. Ну, вы знаете, партнер, наверное, прав. Я шампунь не, единственное, что я могу сказать, защиту, я шампунь не пробовала, но вот лаурилсульфат и лауреция сульфата считаются вредными веществами. Единственное, что лаурилсульфат натрия и лауреция сульфат натрия, вот они абсолютно вредны. Аммония немножечко другая соль, она и я не знаю состав, к сожалению, абсолюта, может быть, они же ведь вводят вот эти соли для стабилизации состава. Возможно, чем-то они их потом компенсируют. То есть надо посмотреть состав полностью и тогда уже посмотреть, насколько это вредно. Не думаю, потому что судя по цене и судя по тому, как люди, ну, в общем, как вот они производят базы, я не думаю, что там, я думаю, они очень вздумчиво подходят к этому. Гинка и нато и гинка-белоба это одно и то же. Да, да, да. Это одно и то же. То есть в гинка-белоба атоме входит нато. А что при гастрите можно? Вы имеете в виду химохим или что? Можно при гастрите только после еды. Ну, вот считается, что лаурилсульфат натрия вреден. Считается. Считается. Неправда. Ну, кальций вы пьете. Пейте вообще любые добавки, если у вас есть сомнения, после еды. то есть как бы вы поели и выпили и по одному пакету, по-моему, в общем, кальция нам надо 800 грамм, миллиграмм в день. Вот. Ну, там, по-моему, одна таблеточка столько содержит. Наверное, Если у вас нет какого-то системного заболевания. Если есть, то, значит, надо больше какие-то таблетки. Сухость глаза. Элитуин, пью химахим и софру. Ну, во-первых, какой питьевой режим? То есть, может быть, надо побольше пить воды. Омегу. Начинать пить омегу еще. Она может, может и она тут очень даже здорово помочь. Ну, и потом сухость глаза. Глаза – это почки. Глазами печень, почки. Еще попробуйте пропить, я не говорю, что прям все сразу, для печени. Вот это витамины для печени. Возможно, потому что именно вот это стекловидное тело глаза, оно связано у нас с печенью. Поэтому можно, может быть, и в этом дело. то есть, почистите печень. Значит, паразитозы. Ну, химохим – это первое, что помогает при паразитозах. То есть, ну, опять же, если они у вас выявлены, значит, они уже в такой стадии, что нужно лекарственный препарат. Если вы просто хотите, как бы, немножко снизить фон паразитарный, то пить химохим. То есть, если вы принимаете, смотрите, если вы принимаете какой-то, вам необходимо принимать лекарственный препарат, обязательно принимайте какие-то гепатопротекторы, ну, в данном случае, вот, витамины для печени. Или химохим. То есть, все, что, как бы, положительно действует на нашу печень и защищает ее. нет, можно принимать после, почему нельзя принимать БАДу? вы понимаете, врачи иногда перестраховываются. Я ничего не буду говорить, но после химиотерапии химохим принимать здорово, и он хорошо восстановит. потому что иногда он просто даже необходим. Иногда люди просто даже не знают, как выбраться из этого состояния после химиотерапии. Состояние бывает ужасным. И почему вреда здесь не будет? Правильно вы советуете? Ну вот, дерматит 9 месяцев. Ну вот, смотрите, значит, опять же, я уже говорила полтора года, начинайте с омеги, прям выдавливайте немножко капсулу и давайте ему по чуть-чуть. То есть, бывает обычно, дерматиты уходят от омеги-3, бывает, у детей. Вот. В таком возрасте даже химохим, ну, как бы я не советовала, потому что все-таки трава есть трава. Значит, гузалия, вот я отвечаю сейчас, бросить пиццель уже прошла после трехдневных, на один раз в день. Вот вы принимаете один раз в день, все это продолжается, если это продолжается, тогда, значит, у вас непорядок с микрофлорой. Вам надо либо вместе с химохимом, либо сначала отдельно месяц пропить пробиотики, а потом начинать пить химохим. То есть, либо, ну, если один раз в день не продолжается, то тогда пробиотики подключать. Менопауза, химохим, нужно, потому что, смотрите, когда у женщин менопауза, у них образуется застой крови в органах малого таза, и образуется очень, потому что организм привык к другому, а тут вдруг этого нету, и образуется такой застой, поэтому обязательно надо разжижать кровь, при менопаузе вообще обязательно. При сахарном диабете, значит, при сахарном диабете химохим пока не снизил, а вот еще, а, спирулина, по-моему, снижает сахар, и пуэр, снижает сахар в крови. Значит, пуэр, спирулина, омега-3 при сахарном диабете, ну, она просто будет вот хорошо действовать. Пока так. Так, после приема начались красные высыпания на лице. Вы имеете ввиду высыпания псориаза на лице начали, ну, пошла чистка. То есть, как пить, как вы пьете, уменьшите дозу в половину и пропейте так вот с такой дозировкой, пока не нормализуется состояние, то есть, уйдут эти вот высыпания. То есть, не прекратится вот эта активность, а потом начинаете дозу потихоньку увеличивать. Значит, язва желудка, гастрит. Принимать натощак, принимаете все БАДы после еды, при язве будет хорошо, значит, во-первых, желудочно-кишечный тракт уже нарушен, обязательно пробиотики, надо принять, потом омега-3, омега-3, пробиотики, химохим, можно, но все после еды. И химохим очень аккуратно, очень. То есть, можете даже начать с половины пакета. Ну, вот так. При онкологии, при онкологии, смотрите, тут действие, насколько я понимаю, он за счет разжижения крови, смотря какая стадия онкологии. Я уже вам вначале говорила про онкологию, что если онкология, например, достаточно глубокая, в смысле, там, третья стадия, третья-четвертая стадия, то здесь сначала медикаментозное лечение, не надо, самостоятельно не действуйте. Я говорю, бывают чудеса, но не знаю, это рискованно. А так, какое действие? Он разжижает кровь. Когда у нас разжижается кровь, и он воздействует на клетки, то есть он изнутри воздействует на клетки, он способствует образованию цитокинов, веществ, клеточных веществ, которые убивают атипичные клетки. Вот, поэтому, ну, вот так вот, проще, просто говоря, вот такое примерно действие. Ну, и вообще, любое разжижение крови способствует уменьшению любых образований, то есть каких-то застоев, образований, вообще заболеваний. Шесть лет при аутоиммунном заболевании нервной системы было три рецидива, что можно, например, детскую омегу. Да, да, по-моему, там есть детская омега. Вот, детскую омегу принимайте, все, кто меня до этого спрашивал. Я забыла про нее сказать. Просто там, она точно такая же, только там другая дозировка. Детскую омегу нужно, тем более, аутоиммунные заболевания нервной системы обязательно нужно и даже, может быть, дозировочка чуть-чуть побольше. Здесь уже шесть лет, здесь уже можно. Витамины детские попробуйте давать. Очень хороший результат обычно дает омега с витаминами. Вот. Ну вот начните с этого, потом надо смотреть, что еще. Ну, пока, пока ничего, наверное. Нарисательная аритмия, лекарства для разжижения крови. Пожалуйста, для разжижения крови. Хемохим разжижает кровь. Пуэр разжижает кровь. Дальше. Для сердечно-сосудистой системы. Что ему еще можно? Ему вообще вот можно и, например, для пропить месяц, например, для мужчин препарат, потому что воздействие, пусть и на предстательную железу, но идет воздействие на сердечно-сосудистую. Значит, ну, лютеин. Вот. И печень, печень, обязательно печень связанная с сердечно-сосудистой системой, тоже это можно пропить. При узлах щитовидной железе, смотрите, вам можно начать с омеги, с софоры, с хемохима. Я бы только аккуратно была со спирулиной. Вот. То есть иногда, смотря какие узлы, смотря что со щитовидной происходит, поэтому со спирулиной аккуратно. Все остальное можно. Пробиотики можно, пожалуйста. При сахарном диабете помогает, да, еще можете подключить спирулину ПР. Ну, вот при экземе у меня вот нет результата, почитайте отзывы, но, по-моему, там есть, на коже действует хемохим, да. При варикозном расширении вен был такой результат, что просто мазали хемохимом вены. Просто мазали выступающие вены, то есть принимали внутрь и мазали, и очень хороший был результат. Хемохим тоже. Да, можно все вместе. Грибок ногтей это такая гадость, которая очень трудно выводится. Если вот эти вот БАДы дадут положительный результат, то это будет просто изумительно. То есть хотя бы чуть-чуть сдвинуться. Дело в том, что грибок ногтей, я не помню, я уже говорила или нет, но то есть вся кровь от ступней до колена она везде болтается. То есть кровь надо чистить. Чистить, чистить, чистить. И может быть даже ногти быстро не уйдут, а вот кровь почистится, но это очень долго. Кровь почистится, то есть надо чистить печень, кишечник и химохимпит. Отлично. Я думаю, что долго. ДЦП улучшение состояния. Давайте Омегу. Там детская Омега есть, Омегу, потом потихонечку витаминчики. Но Омегу обязательно может быть и она поможет. Глуком под вопросом начинайте с литуина и Омеги. Химохим тоже может помочь. Омега и литуин прямо такие первые показания. Десять лет я не совсем поняла. Вы мне задавали вопрос. А, псориаз, да? Десять лет у него псориаз. химохим с пробиотиком. Ну, десять лет псориаз. Тут не важно уже сколько лет. То есть, единственное, что понимаете, что сколько лет у нас заболевание длится и сколько мы его приобретали, то оно будет и уходить не быстро. не-не-не. Вот смотрите, когда пить кальциоататом? Дополнительно надо пить ба... Ага. Вот кальциоататом как раз содержит все компоненты, которые его заставляют правильно всасываться. То есть, витамин Д, магний и витамин К. Вот. Поэтому не надо ни банвиву, ни... Ну вот вы пропите вот этот вот комплекс витамин Д вместе с банвивой. Банвивой. Вот. А потом вы можете пропить просто кальциоататом. То есть, я так понимаю, что у вас, наверное, остеопороз, поскольку вот так вот серьезно все. Думаю, что месяца три надо пить кальциоатом как минимум. Как минимум. И, наверное, по две таблетки в день. Там, по-моему, порошочками, значит, два порошочка в день. Да, по вечерам будете лучше спать. В какое время лучше принимать амеду? Ну, вы, поскольку будете принимать там, в общем, принимаете после еды утром и две утра, например, две вечера. Вот так. слезы из глаз как аллергия. Значит, кальций у нас, он и противоаллергический компонент, но слезы из глаз бывают при поражении глазного нерва или тройничного нерва, тройничного нерва, ну, или вообще при зажиме шейно-воротникового отдела. Я бы посоветовала сначала вам проверить воротниковую зону, шею, не обязательно МРТ, просто сходите к хорошему мануальщику, проделать вот такой массаж и посмотреть. Если действительно это проявляется как аллергия, как поленоз, то кальций и омега, они хорошо будут помогать. Химохин должен тоже помочь. Ну, если вам так серьезно, то принимайте банвейну при остеопорозе. Я знаю, были случаи, когда просто кальций пили и остеопороз уходил. Все смотреть, какая стадия, сколько лет. Ну вот, видите, вот тут вот после химиотерапии всегда принимают химохин. Да, замечательно. запоры от пуэр. Пуэр, значит, ну, смотрите, как правило, от него, в общем-то, как бы вот нет такого, что от него запоры, значит, начинаете принимать пробиотики сначала, а потом уже пуэр пейте. То есть обязательно с пробиотиками, значит, что какой-то непорядок в желудочно-кишечном тракте. Вот. И пить его так, стик, на пол-литра воды и выпивайте это в течение дня, пол-литра, потом еще пол-литра воды выпиваете. И будет хорошо. Вот здесь. Ну, вот по две штуки принимать. Ну, я не совсем понимаю, что у них написано по дозировке. Мы в прошлый раз, по-моему, это решали, там вообще как-то сказано 1800 грамм, но это может быть общее количество. Ну, я вам как бы сказала, сколько нам нужно кальция просто в целом 800 миллиграмм кальция именно. Для приостеропорозии, конечно, нужно больше. Поэтому, если написано по две штуки принимать, то приостеропорозии начинайте с двух штук, потом можно и до трех, на три перейти. Хуже не будет. Девять месяцев аллергия, дерматит. Я говорила, что детскую омегу, то есть вот на девять месяцев, ну, пока только омегу при дерматите. То есть я, никакие другие добавки, я не возьму, говорю, ответственность за рекомендацию. Так, радиола розовая для печени, то есть вот витамины для печени вы принимаете, сейчас, давайте я прямо посмотрю рекомендацию, потому что два раза в день по одной таблетке, после еды принимать. скучно. А попробуйте химохимом намазать грибок ногтей. Кстати, да, у меня были такие случаи, когда химохимом мазали папилломы, мазали какие-то наросты на коже, и это проходило. Да, может быть, и попробовать намазать. Это, кстати, одна из неплохих рекомендаций. 10 лет назад была черепно-мозговая травма. Принимаете что-то, что разжижает кровь, значит, и химохим, и гинка. Гинка тоже разжижает кровь, в принципе, и гинка. Можно начать с одного гинка химохим, потом подключить. Можно пить химохим с гормонами. Я говорю, со всеми лекарственными препаратами добавки сочетаются. Они даже улучшают действие лекарственных препаратов. Севарийный дерматит. Ну, посмотрите, для нервной системы омега-3 побольше, только дозировку, там, 4 капсулы в день, а то и можно 6. Потому что севарийный дерматит все равно это все нервная система. Потом химохим, опять же, долго, все долго. Можете даже голову намазать им. Вот. И ну вот омега-3, да, и пробиотики. Так, ну все, мы тогда заканчиваем, да? До свидания. Всем хорошего вечера и ночи. Всего хорошего. До встречи.